Утром в аэропорту Новозеландского города Окленд. Наш вылет в расписании. Продажа в duty-free прекращается за 20 минут до вылета. Полезное правило. В кабинке туалета Оклендского аэропорта. Электронный указатель. Следующая уборка в туалете будет через 94 минуты, а последняя уборка была 26 минут назад. Наш Boeing 747 корейской авиакомпании готовится к вылету. Перед авиаперевозкой изделия из материалов животного происхождения должны пройти специальную обработку, так как они могут содержать вирусы или бактерии, вызывающие болезни животных. Предполетный инструктаж команды стюардесс нашего самолета. На индивидуальных мониторах, монтированных в спинке кресел, видно, что наш самолет пока еще в начальной точке маршрута. Взлетаем. Самолет развернулся и взял курс на Сеул. Масштаб изображения на мониторе, периодически меняется. Я сижу у левого окна относительно направления полета и снимаю в западном направлении. Перелет продлится более 11 часов. Разница во времени Сеула относительно Окленда – минус 4 часа. Летим над Тихим океаном. В Новой Зеландии мы были совсем недалеко от теоретической линии перемены дат, то есть от меридиана 180 градусов. Посмотрим более детально участок планеты в пределах двух-трехчасовых поясов по обе стороны от него, слева в мелком, а справа в более крупном масштабе. Новая Зеландия и меридиан 180 градусов на этой карте. Однако местное время определяется государствами на своих территориях и прилегающих территориальных водах. В результате фактическая линия перемены даты местами отклоняется от меридиана 180 градусов на расстояние до двухчасовых поясов, что составляет на экваторе более 3300 километров. Фактическая линия перемены даты проходит в международных водах, кроме, разумеется, Антарктиды. Сюда, следующие по Тихому океану и не заходящие в порты островов океании, могут выполнять перевод дат на меридиане 180 градусов. Попали в область турбулентности, нужно застегнуть ремни безопасности. Пролетаем над Новой Каледонией. Остров открыт тем же Джеймсом Куком в 1774 году и назван по старинному наименованию Шотландии – Каледония. Новая Каледония – это особое административно-территориальное образование Франции. Денежная единица – французский Тихоокеанский франк. Здесь в 1998 году прошел референдум о независимости от Франции. Большинство населения высказалось против независимости. Войны местного племени в 1880 году с пенисами в чехлах. Пролетаем Соломоновые острова. Они были открыты в 1568 году испанским мореплавателем Мендания Денейра. Он выменял у местных жителей золото и назвал эти острова Соломоновыми, по аналогии с золотой страной Соломона. В юле 1978 Соломоновые острова получили независимость от Великобритании. Пролетаем над островом Гуам. Остров открыт экспедицией Магеллана в 1521 году и позже стал колонией Испании. В 1898 остров завоевали США в ходе испано-американской войны. На Гуаме находится крупнейшая военная база США на Тихом океане. Статус острова – неприсоединенная территория США. Жители у острова являются гражданами США. На Гуаме существует движение за полную независимость от США, но большинство жителей предпочитают существующее положение. Осталось меньше половины пути до Сеула. Снаружи яркое солнце и большинство пассажиров закрыли иллюминаторы возле своих кресел. Теперь находимся посредине между японским островом Кюсю и корейским полуостровом. Летим над Республикой Корея. Подлетаем к аэропорту Инчхон. Напомню, что на рейде Инчхона, который раньше назывался Чемульпо, в начале русско-японской войны в 1904 году состоялся морской бой, в котором погибли российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Приземлились в аэропорту города Инчхон, который находится в 70 километрах от Сеула. Здание аэропорта. Разместились в той же гостинице около аэропорта, в которой останавливались при полете в Новую Зеландию и пошли прогуляться по центру Инчхона. Преобладает текстовая реклама. Корейский язык использует фонетическое письмо «Хангиль», разработанное в 15 веке. Прежде дополнение к «Хангиль» использовали «Ханча» – китайские иероглифы, но в современной письменности Кореи иероглифы практически не встречаются. Текст на корейском на первый дилетантский взгляд воспринимается как иероглифический. На самом же деле фонетические знаки объединены в блоки, соответствующие слогам. Эти-то блоки отдаленно и похожи на иероглифы. Субтитры создавал DimaTorzok